Сегодня 14 февраля 22 года, понедельник. Вот недавно ушел от меня учитель Николя из университета Страсбурга, учитель по физкультуре. Началась такая нездоровая движуха опять. Вчера я опубликовал письмо в фейсбуке, письмо в организацию Абитат Сите, с просьбой мне хоть как-то помочь. И там я очень кратко, буквально на один листик все уместилось, описал террор и дал ссылки уже на хорошие тексты. Чем дальше, тем у меня тексты более подготовленные, более аргументированные, более ясные для понимания. И в общем, видимо, эту мэра, женщину ее пробрало. Потому что это же на ее территории происходит все. И там я обвиняю как бы и ее косвенно то, что она ничего не помогает. Ну, а Николя, мы с ним познакомились 4 года назад. Он здесь делал карту леса для спортивного ориентирования. И мы с ним познакомились. И сначала как-то у нас такой контакт установился, такой дружеский. Ну, потому что он учитель, я лекции читал там. Ну, в общем, как-то так. И мы по-английски более-менее говорим. Потом он был тут со своей будущей женой, тоже карту леса делали. Меня познакомил он. Потом я ему еще помогал карту эту делать. Но он такой оказался друг, который, как сказать, ну, отворачивался все время. Все время отворачивался и делал вид, что не понимает, что я так террором. Ну, в общем, он такой друг как бы. Ну, это ладно. Он такой мне показался человеком безвредным. И вот как раз на следующий день после моего 50-летия, это было два года назад почти, 26 мая 2019 года, 20-го года. Он пришел сюда с будущим мэром этого города, где я нахожусь. И еще с какой-то женщиной, двумя женщинами. И, в общем, видимо, они попросили его их сопровождать, чтобы они были в курсе, кто где тут у них живет. Ну, и когда они уходили, они посмотрели, что у меня тут мусор в трех лотках. Там стекло, металл, плаопластик и бумага, пищевые отходы. Они увидели, как я лечу дерево. Одно дерево я там подлечил, когда мои чеченята его просто так покоцали. Ну, ни для чего. Она вот и увидела. Мы с ней спели русский романс по-французски. Там мы ехали на тройках с бубенсами. Кстати, она очень любит петь, и это по ней было видно. И она сказала, ну, вот, оставайтесь в вашем королевстве столько, сколько вы захотите тут находиться. То есть меня как бы приняли, как сказал мне потом Николя. А потом, через год Николя опять приходил еще раз с мужчиной таким уже пожилым. Это оказался заместитель мэра. Ну, и они тут походили, Николя тянул его, чтобы он увидел мою, ну, нельзя сказать, свалку. Мой склад бутылок, потому что бутылок много у меня накапливается, я воды много пью. И я ехал в большие пакеты, и у меня уже пакетов таких штук 15-20 накопилось за последнее время. И я так понял, что цель Николя была та, чтобы меня они отсюда как-то турнули. Ну, потому что мэрия может попросить полицию, там, что-то еще как. Ну, и, в общем, у них есть какие-то свои права. У них, кстати, здесь во Франции есть целая служба самозащиты какая-то, которая координирует, видимо, типа дружинников из местного населения, что-то такое. И вот они, видимо, имеют какие-то полномочия прийти и мою палатку разнести. Ну, по крайней мере, что-то там вот учинить. Да, и, кстати, за несколько дней до этого, я уже не помню, может даже за неделю, приходил еще один пожилой дед, Альзасец, кстати. И Николя тоже Альзасец, и тот, кто с ним приходил, тоже Альзасец. Вот они все альзасцы. И Мерша тоже альзаска. То есть вот все эти местные. Приходил этот дед, который тут рядом живет, ему что-то там не понравилось. Ему, наверное, не понравилось то, что я пилю, или то, что я громко, эмоционально записывал на видео, кстати, как раз о кошечке, которую Николя спасал с женой, и обо мне. И это тоже, кстати, может быть причиной того, что Николя сюда приходил с этим человеком. Потому что это тоже на Фейсбуке опубликовал, и тоже, и по-французски, кстати, опубликовал. И он мог прочитать. Конечно, я не говорю тут никакой совести, там нет. Речь не об этом, речь о том, как ему самозащититься от меня. Когда у него тут бегали его студенты, занимались спортивным ориентированием, а мой лагерь как раз стоит на хорошем таком месте для спортивного ориентирования, прямо на козырном, тут эти бетонные коробки времен войны. Очень хорошее место. Потом я почистил этот лес. Прям бегай не хочу. Там дальше уже просто не побегаешь, в принципе. Надо специально чистить. И вот он все узнавал, когда же я уеду, да когда же. Я ему говорю, ну вот, мой лагерь будет твоим, когда уеду. Он тут уже мечтал, что он тут сделает, и то, и все. Ну, в общем, вот так вот. Потому что мой лагерь как бы благоустроенный, и тут можно сделать какой-то, ну, кемпинг, очень такое хорошее место. И потом его можно присвоить. Вот я что про него думаю, про Николя, я думаю, что он под маркой университета хочет присвоить мой лагерь. Тут тоже столько работы сделано по мостовой, по огораживанию. Тут, ну, классно. Вот. А как же меня убрать? И тут как раз вот эта вот история моя про сравнение. Спасали жизнь кошки всем миром, всем фейсбуком. Собрали ей 300 евро на лечение. И мне год назад можно было занять, не дать, а занять 1600 евро. Мне-то пособие-то начисляли, государство начисляло пособие. Мне его банк не пропускал. Не пропускал без всякой причины. Причина одна, террор. Все, больше никаких причин быть не может. Никаких, ни технических, ничего. Потому что я был там много раз, и в других отделениях был много раз. Никаких причин быть не может. Вот, и вот я просто, ну, у меня не укладывается в голове, как это так. Почему столь долго можно убивать человека? Видимо, все дело в том, что слишком долго убивать. То есть, если очень, растянуть на слишком долго, то есть, если кто-то за кем-то бежит с ножом, и это сфотографировать, и даже он успел ударить, и потекла кровь, то все, это 100%, это все против, это все понятно, ясно. Но если, допустим, человека медленно травить, вот в пищу ему что-то подсыпать, ну, или, например, преступление распределено среди многих людей. Каждый сделал свое, и они все сказали, мы это независимо друг от друга сделали. А человек, бац, там в яму упал что-то еще там. Есть даже у Агаты Кристи такой роман, когда жена подстроила мужу убийство, но это выглядело как несчастный случай. И, кстати, интересный такой рассказ. И потом, в общем-то, ее раскусили, но там, по-моему, уже ее никак не могли наказать. То есть, в принципе, все оно к этому как бы и предрасполагало местные власти, местное население. Бороться с беженцами можно. И вот они все делают очень интересным образом, как бы так, что они сами себя не фиксируют. И вот, да, кстати, насчет Николя я еще не досказал. Очень интересно, самое интересное. Пришел, я думаю, что он пришел. Пришел с человеком, который старше его. Говорит, это мой учитель. Говорит, я был у него учеником. Я, честно говоря, не очень-то верю. Ну, сначала поверил, а потом думаю, что он ко мне пришел. У него украли цепную пилу и мачете. И, в общем, я не знаю, может быть, они приходили меня досматривать таким как бы образом, как бы вот, чтобы я показал палатку свою там-там посмотреть. Ну, зачем мне такими делами заниматься? В общем, он хранил мачете и пилу свою цепную в том домике, где Грег, поляк, жил. Этого поляка они в итоге спроводили в Польшу, изгнали, в общем, его. И Николя занял этот домик, я так понял. И, кстати, и кошечка там жила в этом домике. Зачем ее надо было спасать? Она там и жила. То есть ее не надо было искать, ничего не надо было. И заранее был известен день отъезда Грега. То есть вот это спасение кошечки, это как бы подстроенное спасение. То есть, ну, как бы при желании там его можно было не допустить, этого спасения, вообще никак. То есть это постановочное спасение целиком. Вот. Так что я теряюсь в догадках, почему он пришел. Но дело в том, что он... Да, и он что? И он говорит, вот ты, говорит, опасайся. Тут вокруг есть зараженные деревья. Чего опасаться? Пилить их, не пилить? Чего опасаться? Я так и не понял. Я повел его, говорю, вот эти деревья, у меня там есть дерево, я орех спилил. А у него сердцевина не... В общем, какая-то серая. Вот какая-то серость ее заполонила. То есть видно, где желтенькое нормальное дерево. А я вообще серое. Но Николя говорит, да, да, вот этот вирус. И, в общем, и он так говорит. Это, говорит, вирусы пришли оттуда же, откуда ты и ты приехал. Это, говорит, такие же вирусы, как вы. Я уже ни на что не обижаюсь. И вот этот его подкол такой, ну, я не знаю, я когда их увидел, он мне говорит, вот это мой учитель. Я говорю, вы так выглядите спортивно и то да сё, там, и спортивная одежда, там, ну, он уже пожилой. А на Николя говорю, ты как-то молодо выглядишь, помолодел, говорю, ты что развелся. Ну, я пошутил. Вот такие шутки у нас свои. Вот, может быть, он пошутил, но тут такая, как бы, шутка, вот опять не очень шутливая, честно говоря. И вот я думаю, что он приходил. Вот есть два варианта. Просто посмотреть. Да, и он спросил, ты не видел никого? Ну, видел я. Видел здесь тех же подростков, что меня обокрали. Кстати, те же два дня назад, когда его выбили там, дверь, там, дверь выбили в доме и унесли. Два дня назад, те подростков, которые меня ограбили дважды, это не воровство, это грабёж, потому что в моём присутствии, пользуясь тем, что я не могу до них добежать, прорезали тент, ну, не тент, а там, в общем, тент, да, навес. И украли, они за мной следили пару дней, вот они знали, где, что и когда, в общем, выжидали момент, накинулись, когда я был здесь. Второй раз они выждали, когда я зашёл за палатку, они забежали и тоже тащили сумку и пакеты какие-то. Там ничего не было. В общем, и оба раза они как бы попали в просаг, причём они знают про мою пилу, теперь про вот эту вот цепную. Они знают, что мачете у меня новая появилась, хорошая. И, в общем, я говорю, Николя, может быть, они, потому что я видел этих подростков, они тут, так сказать, вот как раз хулиганили. Да, и, кстати, они на меня кричали нехорошие слова, но они думали, что они хорошие, они кричали что-то вроде такое, ну, по-польски. Они перепутали, не по-русски, они сюда кричали что-то по-польски, ну, что-то такое мне докрикивали. Так что, я думаю, это они и были. Могли быть и они. Уж если эти подростки такие бандюки, какими они себя проявили, не европейского происхождения, они откуда-то оттуда, с юга, короче, я не знаю, как говорить. Для нас они все арабы, для них мы все русские, там, и грузины, там, и армяне, все русские для них, наверное. Ну, украинцы, белорусы и русские, точно для них все это одно. Так же и мы в них не разбираемся. И вот как они подло поступили, эти дети, которых я предупредил, что это средство для выживания, что тут я погибаю вообще-то, а не просто так нахожусь. Если действительно его обокрали, мне жаль, потому что, ну, дорого все это стоит, 250 евро, говорит, стоит его. Ну, я тоже 250 евро купил дешевле за 140, но она новая была, договорился, электрическая моя. Вот. Ну, если его обокрали, ну, может быть, он был злой, потому что его обокрали. А я-то отсюда, из лагеря, больше 20 метров не отхожу куда-нибудь. И я все время слушаю и смотрю, потому что эти животные, они очень коварные, они выслеживают, а потом накидываются на свою там, что они там присмотрели. Вот. Так что я даже не знаю, вот, пока не знаю, но все как-то вот, и то, и другое, все возможно. И отдельно сейчас я запишу видео про паду, как они меня, как они воруют у себя там. Вот. Интересно, такое видео только сегодня написал. Я, в принципе, сегодня целый день отдал на это видео. То есть вот можно заценить, как бы, куда мое время уходит. Весь день я отдал, вот это не на видео, а на текст. А я вообще даже не перевел. Так что я сегодня уже не успею, я сегодня уже все. Да, кстати, я циферблат нашел такой же, как у мамы, чтобы понимать, как мы нормальные, ненормальные. Сегодня мало спал. 7 часов 15 минут, но все равно это больше, чем... Ладно, сейчас я пропаду.